Здравствуйте. Зачем вам понадобилась вот эта супер натуральность, супер естественность в кадре? Ну какие-то вещи же все равно, когда происходит какое-то событие, какая-то травма или потеря, мы сначала это воспринимаем через физиологию боль, а дальше уже начинаем глубже копаться, что это вызывает, какие переживания, какие эмоции, какие конфликты. То есть хотелось как бы вот этот ужас задать, а потом уже с ней дальше как бы философски проходить этот путь, проходить путь вот этого вот последнего разговора с мужем. То есть какие-то такие вещи. Сначала как бы шокировать, а потом дальше уже пытаться эмоционально-философски проходить вот эти все дорожки с героиней. А вы из этого фильма с какими мыслями вышли? Ну, пока сложно понять, потому что скорее, знаете, рождается кино уже когда, уже есть когда зрители, когда уже кино реально в широком прокате и уже как какое-то складывается понимание, но хотелось донести мысль, что любая ситуация, даже вот нереальная, да, ну человек должен верить, что человеческие возможности реально безграничные. Мы просто как бы забыли об этом. И Лариса, вот она тоже, ну фактически как, ну считай, как мегачеловек, да, сверхчеловек, который в экстренной ситуации активизировал все свои ресурсы, сделал правильные действия, подготовился, сгруппировался, правильно принял удар этот мощнейший. И то есть, ну как бы, человеческие ресурсы безграничны. И хочется напомнить, что даже в любой ситуации, самой безвыходной, всегда найдется решение, никогда не нужно опускать руки. Как-то так. Получился пока бы один вопрос не такой? Ну, половина, да, половина похожих. На фестивале будете подавать? Вот Амурская осень сейчас будет. Теоретически, я просто не помню, там где-то в фестивале требует первый премьерный показ. У нас уже это не получится, потому что вот решили, вот сейчас, 9-го и... Как хотят джентлью, Мир уже там? Мир, Маналу, Мир.